Здравствуйте, мои дорогие. Давно с вами не виделись. Я тут брал вынужденный перерыв. У меня произошли два события за это время. Как вы знаете, я начал такую работу, новую, да, с такой большой-большой рыбой, а там еще, скорее всего, какие-нибудь, еще навороты последуют, полный планов. Я приступил к этой работе, вот кое-что уже сделал. Вот так это выглядит. И, по сути, должна неплохая картина получиться. Но тут жизнь носит свои коррективы. У меня случился инсульт. За мной приехала скорая, упаковали меня на носилки и отвезли в нейрологическую клинику, где интенсив-стацион, вот такая интенсивная станция, где тебя пытается удержать. Я даже не знаю, в чем тебя старается удержать. Ну, в общем, старается удержать от сваливания еще дальше. Концовка такая, я там пролежал 5, по-моему, 4 или 5 суток. У меня везде не нужно было укололи, везде мне нужно было всякие разные брали исследования. О, итог такое, ребята. Где-то 50% зрения я потерял. Не могу читать. Но, слава Богу, как бы, все равно что-то вижу и слышу, ощущаю. Половина у меня тоже немножко парализованная, но пообещали, что это пройдет. Так то, что на лице не отвратилось, я не перекошенный, ничего. Через 5 дней меня выписали. Вчера у меня был день рождения. Меня поздравляли все. Все желали здоровья, блин. Ну, в общем, так, я вам скажу, дорогие мои. Мы с вами, с некоторыми из вас знакомы очень давно, ну, скажем, лет 6. Все время, что я создавал. И вы помните, что я постоянно, в случае каких-то трудностей, я повторял одну и ту же фразу строку из Твардовского стихотворения «Артиллериста» «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая вот поговорка у майора была. Ну, у меня такая поговорка была. Я до сих пор остался ей верен. Когда это случилось, я начал обдумывать, что у меня остается. У меня остается слух. У меня остается, слава Богу, непорушенная моторика. Я, в крайнем случае, я займусь музыкой. Вот, у меня есть электрогитара, у меня есть простая гитара, у меня есть кейборд, то есть маленькая клавиатура. Собакин в это время находился на отдыхе в санатории, ему больше повезло. Немножко скучали мы оба, конечно, друг про друга. Но так как он находился в очень приличном отеле собачьем, то, в общем-то, я за него не переживал особо. И сейчас мы с ним продолжаем ходить по утрам и вечерам. Разные прогулки. И, в принципе, не унываем. Не унываем. И через день-два, может быть, я думаю, я продолжу свою работу. И я буду пробовать с этими пятьдесят процентами зрения. Теперь немножко медленнее будет. Но я думаю, что все-таки мне повезет и я смогу дальше продолжать. Потому как просто так сидеть на лавочке, где-нибудь греть, не знаю, что на осеннем солнышке. Я осеннее представляю. Поэтому что-нибудь, да, придумается. Вот. Врачи говорят о том, что, может быть, будет улучшение, может быть, и будет. Вот. А этого не будет. Я надеюсь. Так что я вам сообщил тут, что со мной. Единственное, что, ребят, ни в коем случае не жалейте меня. Вот чего я не люблю, то я не люблю. Я все равно останусь втрою и постараюсь вас радовать какими-то своими задумками, придумками. Вот уже с учетом новой ситуации. Не 68 еще. Я надеюсь некоторое время еще с вами, скажем так, пообщаться. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока.